Вы смотрите лайф, а мы продолжаем. Ну что, все уже подготовили кошельки к выходу седьмого айфона. Сегодня в Калифорнии представят новое поколение яблочных смартфонов. Пока не ясно, сколько именно моделей будет представлено и как именно их назовут. Но, судя по сливам в интернете, нас ждут небольшие такие технические сенсации. Главная сенсация – это сдвоенная камера будущего всех смартфонов. Двойная камера дает приемлемый оптический зум и улучшает качество съемки при плохом освещении. Она же позволяет менять фокусировку уже после съемки. Самое спорное новшество – семерок отказ от привычного разъема для наушников. Провода уступают место беспроводным подключениям. Больше не будет этих узелков в кармане, но и потерять беспроводные наушники, естественно, будет намного легче. Кстати, как именно будут они выглядеть – это тоже большая интрига. Есть много версий в интернете. Исчезнет и кнопочка «Домой». Это, собственно, единственная кнопка на экране айфона. Сенсор будет внедрен в сам корпус аппарата. Изящно и не будет проблем с поломкой механической кнопки, которая, как вы знаете, часто западает. Из обычных улучшений – более вместительная батарейка, объемнее станет память и больше матрица. Возможно, айфоны будут не страшно заливать чаем, закапывать в песок, если сбудутся прогнозы по новой системе защиты. Интерес также вызывает названия новых телефонов. То ли айфон 7, то ли айфон 6 SE. Семерка, конечно, привлечет больше покупателей, но для новой цифры, для этой заветной семерки, может оказаться недостаточно нововведений различных. Цены на седьмой айфон обещают от 55 тысяч рублей. На старте это версия 32 гигабайта. Ну и дальше там по геометрической прогрессии. Ну и хорошая новость – от 16-гигабайтовых айфонов решено отказаться, потому что место у большинства людей заканчивается буквально через месяц после эксплуатации. Оп, там несколько фотографий, и все, все 16 гигабайтов завалено. Лично я только тем и занят, у меня 32 гигабайта, что постоянно очищаю телефон. Так что это скорее хорошая новость. Максимальная цена на самый навороченный вариант – это 7+, 256 гигабайтов. Внимание, около 85 тысяч. Но это прогнозы, что удалось угадать экспертам, а что не удалось, конечно, мы узнаем сегодня после презентации вечером. Но сегодня покажут не только седьмой айфон, и часть презентации будет посвящена и новым операционкам. Если изменения в macOS Sierra трудно назвать радикальными, то iOS 10 и watchOS 3 переработаны кардинальнейшим образом. Главное новшество macOS Sierra для компьютеров – это настольная операционка, долгожданная поддержка системы Siri. Кто не знает, это такой аналог консьержсервиса. Ну а если еще проще говорить, женский голос отвечает на ваши глупые и не очень вопросы. Кроме того, в новой Sierra готовится универсальный буфер обмена. То есть скопировал текст или картинку на айфоне и вставил себе спокойно на макбуке. Появится также облачный рабочий стол на базе iCloud. Ну и еще одна приятная фишка – разблокировка компьютера с помощью Apple Watch. Грандиозные изменения коснутся и iOS 10 для айфонов. Чтобы включить дисплей мобильника, достаточно будет его просто поднять со стола. Да и вообще, многие задачи можно будет выполнять, не разблокируя телефон. По-видимому, это первый шаг к отказу от единственной кнопки «домой». Об этом я вам уже рассказал. Кроме того, сервис Apple Music тоже обновится. Кнопки станут больше, потому что многие на них жаловались. Слишком уж мелкие они были. Так что должно стать удобнее переключать песни на бегу. Ну и, наконец, Siri сможет взаимодействовать с различными приложениями, а не только запускать их. Операционку для Apple Watch тоже глобально обновят. На смену старому меню придут полноценные приложения. Часть из них будут постоянно храниться в памяти устройств. Apple также перелопатила почти все программы часов и добавила множество новых вариантов для циферблата. Но, раз уж заговорили про часы от «Яблока», то скажу, что их обновленную версию сегодня, скорее всего, тоже покажут процентов на 80. Но, если что, не судите меня строго. Презентацию вполне могут перенести на октябрь. Заранее мы об этом знать не можем. По сути, это будут не полноценные новые часы, а всего лишь традиционная для Apple, ну, скажем так, S-версия. Поэтому дизайн, скорее всего, сильно не изменится. А размеры разрешения дисплея и вовсе останутся нетронутыми. Из нововведений собственный GPS-модуль, быстрый процессор и более емкая батарея. ...за первые три дня продались тиражом больше в два, а то и в три... ...за первых три дня продались тиражом.